Привет, любители хоккея! Вы попали на самый хоккейный канал Батыр Хокки и сегодня делаем обзор первого матча ЦСКА Металлург. Погнали! В первом периоде заброшенных шайб не было, поэтому переходим ко второму. На четвертой минуте второго периода Металлург допускает ошибку при выходе из зоны. Слепышев подбирает шайбу и отдает на Андронова, а тот в свою очередь бросает по воротам и забивает с добивания. Давайте посмотрим этот момент. Это был больше баскера на брос. Слава приемка Ари на Дальбике. А вот здесь одно добивание! Счет становится 1-0 в пользу ЦСКА. Ну а мы движемся дальше. Не прошло и 4 минут, ЦСКА проводит затяжную атаку в зоне Металлурга. Они прекрасно используют ближнюю скамейку. Поэтому после нескольких бросков от ЦСКА шайбу забрасывает Нестеров. Давайте посмотрим этот момент. И опять как... Ой, красавец Григоренко! И пас на гол! И добив... Но не получилось, заблокировали. Счет уже становится 2-0 в пользу ЦСКА. Ну а мы движемся дальше. Также во втором периоде на 31 минуте 57 секунде после наброса Лайпсика шайбу забрасывает Максим Карпов. Давайте посмотрим и этот момент. Ну здесь прям идеально шайба отскочила на крюк Максиму Карпова. И мы видим здесь и гид сборолся. Нет, ты смотри! Магнитогор сокращает отставание от ЦСКА. Счет становится 2-1 в пользу ЦСКА. Ну а мы движемся дальше. Во втором периоде больше заброшенных шайб не было. И хотелось бы добавить, что на этом канале выходят обзоры матчей НХЛ и КХЛ каждый день. Поэтому не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а мы движемся дальше. Весь третий период Металлург пытался отыграть одну шайбу у ЦСКА. Но у них это не получалось. И на 57-й минуте 22-й секунде шайбу забрасывает ЦСКА в пустые ворота. Продавливает его Слефашев. Продавливает пустые ворота. И это гол. Вот таким получился матч. Ну а если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал. Обзоры матчей НХЛ и КХЛ каждый день. Пока.